Забеба Ньюз в эфире. Добрый день. Еще несколько минут и вы будете вообще все знать о том, что в Днепропетровске произошло на этой неделе. В Днепре открыли елку. Как рассказала начальник управления культуры, национальности и религии Днепропетровской ОГА Наталья Першина, эта елка вам не какая-нибудь елка, а елка энергосберегающая, экологичная и вообще подарочная. Благодейный фонд Наши Парки, они запропонували всю идею. В минулом году, под час проведения этой акции, было сбережено больше 12 тысяч ялинок. Даже неудобно спрашивать, сколько денег получит Днепропетровск за размещение этой рекламы. Запрос мы отправили, ответа пока нет. Но лампочки вокруг этой елки, это те самые, которые город купил совсем недавно за дополнительные 1,3 миллиона гривен. Маскарад. Иными словами, события, происходившие в это время в городсовете, не назвать. Выбирали секретаря. Секретарь, это самый главный депутат. Он и зарплату получает, и остальными депутатами рулит. Первого секретаря выкатывает мэр. И он предложил Камиля Юрьевича Примакова. Но! Голосовали, голосовали! В штангу! Примакова не выбрали. Пролетай высоко по небу. Трех голосов не хватило. Тут же начали предлагать проголосовать за запасного ать-кандидата. Ать! Вроде бы и проголосовать можно. Да не тут-то было. Мэр объявил перерыв. Есть депутаты? Нет мэра. Есть мэр? Нет депутатов. Что ж такое? А депутаты, значит, остались в сессионном зале и, ну, баловаться по-всякому. Кто в мегафон кричит? Кто подписи собирает? Денисенко быстренько сбегал в аппаратную посмотреть, все ли там в порядке. Трах-бах. Ну и под занавес, когда еще чуть-чуть и вдруг все-таки проголосуют руками, кто-то принес минус. Полный горсовет бомб. Всем срочно на выход. Милиция приехала, журналистов выставили, депутаты остались, но настроение уже было не то. А мэр вроде бы остался доволен. Горисполком работает. Ёлки мы запускаем. Кстати, о подписях. Как так? Где голоса? Куда они делись, а? Новая поданья на нового секретаря, подписанная 33-мя избранниками народными. Ну понятно, Апоблок и громадская сила в полном составе подписал это поданьян. Но не только. Среди прочих там затесался один маленький, но очень гордый депутат от БПП. Сопартийник Камиля Юрьевича. Однофракционист. Может это он тоже голосовал против Камиля Юрьевича? Парни в зеленом камуфляже. Вот что мы смогли созерцать на утро возле горсовета. Город подумал, учения идут. Правый сектор будет заседать в сессионном зале, будет тестировать систему РАДА, будет выступать с трибуны и принимать, наверное, какие-то решения. Новый год. Это подарки. Мэр щедро одарил своих друзей. Так, Дмитрий Погребов, первый зам мэра, получил много новых полномочий в финансовом плане. А вот самое сложное досталось Александру Санжаре. В то же время полномочия за предпот, стыд, сбыт, вред, бред. Короче говоря, управ делами и первому секретарю работы стало поменьше. Ихние полномочия были здорово пересмотрены. Виталий Мархасин теперь имеет меньше возможностей. Больше подробностей в специальном материале на Забебе. Кое-что досталось и детишкам. К 31 декабря Днепропетровск получит детских площадок больше, чем на 2 миллиона гривен. Вообще-то на этих площадках достопочтенные переизбираемые депутаты хотели немножко попиариться перед выборами. Но они сложились. Тендеры, шмендеры, там всякие споры, там шурум-бурум. Короче, только к 31 декабря эти площадки появятся. Но и то хорошо. А вот родителям свезло меньше. Ремонт улицы Мономаха, бывшая Московская, а также Каток, шалман из киосков и елка. Вытолкали из парковки на проспекте Карла Маркса все автомобили. Теперь они паркуются вдоль этого самого проспекта. И проехать там стало решительно невозможно. К ситуации вокруг парковок подключились даже общественные активисты из зоны отдых. В частности, Слава Поездник вступил в неравный бой в Твиттере с Борисом Альбертовичем. Борис Альбертович пообещал ситуацию вокруг парковок нормализовать. Диалог с властью это прекрасно. Новая полиция порадовала. 18 декабря какие-то негодяи напали на автомобиль, остановившийся на перекрестке на красный свет. А уже 23-го эти негодяи были изловлены, пострижены и посажены. Куда ты пошел? На канал подпишись! Ты пишешь, нет? Он пишет.